Все углы в квартире 90 градусов. По стоимости работ это слегка больше. После механизированной штукатурки приступили, особенно в зоне кухни, достаточно на квартиру площадью 70 квадратных метров. Мы рекомендуем нашим заказчикам это делать. Вот еще здесь, что прикольно, это если вам интересна стоимость работ и материалов на этом объекте, расскажу, какие работы выполнялись и какие материалы при этом использовались. Всем привет! Приехали в жилой комплекс «Летний сад». Это двухкомнатная квартира площадью 70 квадратных метров. Закончили инженерный ремонт и сейчас пройдемся по квартире, расскажу, какие работы выполнялись и какие материалы при этом использовались. Обычно мы начинаем работы с возведения перегородок, используем при этом газобетонный блок толщиной 10 сантиметров. Но на этой квартире уже все стены были построены застройщиком, и нам осталось только возвести одну стенку в санузле, которая разделяет непосредственно санузел и вентиляционные шахты. Вот здесь вот будет у нас возведена перегородка из газобетонного блока толщиной 10 сантиметров. Вот как раз он уже здесь лежит. Мастер скоро придет и начнет укладку данного блока. Следующий этап после возведения перегородок – это механизированная штукатурка стен по маякам. Обязательно по маякам, никаких там подправилок, подшпатель и так далее. Используем гипсовую смесь волма. Обычно мы делаем 90 градусов – это зона кухни, вот этот угол, а также в санузлах. Но в этой квартире наш заказчик попросил сделать все углы в квартире 90 градусов. То есть каждый угол, какой бы вы ни взяли в любой комнате, этот, этот, этот везде 90 градусов. Ушло больше смеси, толще слой, а также по стоимости работ это слегка больше относительно обычной штукатурки стен по маякам. Иногда нас заказчики спрашивают, почему мы не штукатурим откосы на этапе механизированной штукатурки стен. Отвечаю, так как иногда получается толщина откосов больше трех сантиметров и надо вот столько раствора накидывать вот сбоку и сверху окна, то сверху больше трех сантиметров есть вероятность, что штукатурка отвалится. И в этом случае мы уже используем ГВЛ, который монтируем уже на этапе предчистовой отделки. Поэтому вот в данном случае штукатурка имеет большую толщину и здесь будут откосы из ГВЛ. И вот пока я сейчас вот записываю видео, вот почувствую, что здесь вот из этой щели дует. Соответственно будем это все расшивать, пропенивать и уже потом будем монтировать откосы из ГВЛ. А по поводу откосов, особенное к ним внимание, потому что после того, как вы сделали ремонт и почувствуете, что откуда-то содят из щелей, то уже придется достаточно серьезные доработки делать, которые могут испортить ваш финишный ремонт. После механизированной штукатурки приступили к монтажу электрики. Мы ее, как всегда, делаем по потолку в серой ПВХ-гофре. Кабель используем обязательно ВВГ, НГ, ЛС, ГОСТ. Производитель именно Конкорд. Кабель у нас круглый. К потолку крепим при помощи клипс. Гофру и клипсы используем производителя ДКС, потому что от других производителей частенько гофра выпадает и провисает. Вот в данном случае такая связка производителя ДКС позволяет держаться в гофре достаточно прочно. Штробы у нас абсолютно вертикальные, никаких горизонтальных, потому что это впоследствии все забывается. И когда начинаете что-то вешать, особенно в зоне кухни, велика вероятность, что вы попадете именно в кабель. Поэтому штробы должны быть строго вертикальные. Вот подрозетник, все, пошла, штроба вверх и в ней, соответственно, проложен кабель. Сейчас вам покажу щиток, который получился на 70 квадратных метров. То есть он из разряда необходимый достаточно. Вот такого вот набора диф-автоматов и автоматов достаточно на квартиру площадью 70 квадратных метров. Также к щитку все провода идут с потолка в гофре по потолку. Кто давно следит за нашим каналом, уже знает, что после того, как мы смонтировали всю черновую электрику, мы ее проверяем при помощи временных розеток и выключателей. Это самый дешевый лигрант, либо вообще ноунейм. То есть можно не заморачиваться, главное, чтобы было понимание, работает розетка, а точнее подходит питание к этой розетке, либо нет. Также вот в данном случае это проходные выключатели, при помощи которых мы можем понять, правильно мы смонтировали электрику и надо ли что-то переделать или доделать. И еще в данном случае, когда мы вешаем патроны с лампочками, то есть клиент приходит и может посмотреть, какова у него организация освещения в его квартире. То есть на этом этапе еще можно что-то поменять, добавить выключатели, точек освещения и внести какие-то корректировки. Потому что когда уже квартира будет готова, вносить какие-то правки будет практически невозможно и очень затратно. После того, как мы закончили электромонтажные работы, приступаем к шумоизоляции пола. В данном случае мы используем шумонет 100 комби. Это шумогидровиброизоляция, идет в рулонах метр на 10 метров. То есть в одном рулоне это 10 квадратных метров. Обязательно проклеиваем стыки при помощи горелки. Обязательно заводим материал на стены до 15 сантиметров. После того, как зальем стяжку, берем просто лишнюю и подрезаем. Дополнить можно еще акустический герметик вибросил, пройтись соприкосновения стены и стяжки. После монтажа шумоизоляции приступаем к монтажу системы отопления. Мы рекомендуем нашим заказчикам это делать, потому что трубы от застройщика это самые-самые дешевые трубы с лишними дополнительными соединениями, которые могут потечь со временем. И вы об этом не узнаете. Также ставим мультифлексы, чтобы подводка от отопительного прибора не выходила не из стяжки, а из стены. То есть вам не нужно будет подрезать чистовой материал. Это эстетично и красиво и эффектно смотрится уже ближе к финишной отделке. А на черновом этапе этого могут не заметить и обнаружить уже только на самом финише, когда уже переделать невозможно. Смотрите, чтобы не пробить шумоизоляцию, мы используем такую вот сетку, на которую прикрепляем при помощи пластиковых хомутов трубы отопления. Красная труба это подача, синяя это обратка. Вот так вот вдоль стены, аккуратненько, ровненько, чтобы это все красиво и эффектно смотрелось. Весь этот пучок идет к коллекторному шкафу. А у меня с собой ключа нету, я не открою. Все, нашел я ключ. Вот посмотрите, как выглядит коллекторный шкаф уже внутри квартиры. То есть это коллектор на подачу, коллектор на обратку. Материал мы используем стаут. Вот есть термометры, которые показывают температуру обратки и температуру подачи. Также есть водные экраны, при помощи которых можно полностью перекрыть отопление. Все эти инженерные коммуникации будут спрятаны в одном большом шкафу для вещей. То есть вот у нас входная дверь, и пожалуйста, вот здесь вот будет шкаф, и это все будет спрятано именно там. Хорошее решение спрятать подальше все эти инженерные коммуникации, чтобы они не попадались на глаза, но при этом иметь доступ в случае какой-то необходимости. И вот еще здесь, что прикольно, это такая вот интересная батарея. Вот большое панорамное окно. Здесь, допустим, или мы ставим внутрипольный конвектор, либо вертикальный трубчатый радиатор, как в данном случае. В описании я постараюсь написать вам, какая марка этого отопительного прибора. После отопления мы приступаем к водоснабжению. Здесь у нас было достаточно места, чтобы развернуться. Мы смонтировали инсталляцию, обычно мы ставим гиберитовскую, но в данном случае заказчик пожелал Якоб Делафон. Очень сильная, мощная станина. Вот она покрашена в черный цвет, а у гиберита она синяя, а у ТС красная. Но вот Якоб Делафон, мне кажется, на данный момент это максимально стильно, максимально надежно. Далее, напомню, что вот здесь вот будет возведена перегородка из газобетонного блока толщиной 10 см до самого потолка. Это у нас вентиляционные шахты. Здесь уже подвели воду, и когда будут монтировать стены, уже эти трубы вмонтируют их уже в стену. Так, теперь водомерный узел. Вот так это все красиво выглядит, и давайте пройдемся по каждому элементу. Проточный водонагреватель. Защита от протечек, производитель Нептун. Фильтр грязевик, так сказать, фильтр грубой очистки. Мозги, это пульт управления защиты от протечек. Так, коллектора. Холодная вода, холодная вода, горячая вода. И вот посмотрите, каждый вывод, он подписан большим шрифтом. То есть, можно набирать это вот здесь вот, да, но здесь практически ничего не видно. И если вот почти вплотную приблизиться, то можно что-то прочитать. Вот в данном случае вы всегда сможете увидеть, какой потребитель и в случае необходимости его перекрыть. Так, это гребенка на горячую воду. Фильтра тонкой очистки. Производитель у нас Ханнивелл. И сделана система промывки, которая идет вот в такую вот специальную канализацию, которая сделана специально для фильтров. Вот, и для горячего фильтра красный сливной шланг, а для холодной воды синий. Ну вот, ребята, постарались и сделали, чтобы это было красиво. Не забываем канализационный стояк заворачивать в шумоизоляцию. Конечно, если вы живете на последнем этаже, может быть, это и не надо. Но в данном случае мы находимся на нижних этажах, и поэтому используем для канализации специальную шумоизоляцию, которая позволяет избежать появления дополнительных шумов. Следующий этап – это у нас стяжка. Скоро будем завозить материал и приступать к работе. Если вам интересна стоимость работ и материалов на этом объекте, то пишите, пожалуйста, в комментариях, я обязательно отвечу. Огромное вам спасибо за вашу активность, за ваши лайки, за ваши комментарии. Спасибо, что нас смотрите. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok